так у меня нога внезапно выше ступни левая с обратной стороны изгиб где ноги то и покраснение и наступить нельзя и думать что тромбоз и не знает я вроде не споткнулся нигде лазил по лестнице врачам позвонил тут скоро они говорят а может как-то на утрудили ногу ты бог его знает ну на ночь не глядя никуда не поеду так что вспомните там молитвах наступать нельзя даже не разуться еще не дает нога покраснела и ну все я слушаю начните сначала и так мы знаем что апостол павел велит нам поминать всех царей правителей начальствующих своих молитвов и я знаю что вы весь дом вспоминаете и мы это видели в роликах неукоснительно вы молитесь и за нашего президента и за премьер-министра и за рамзана кадырова и за барак обама и за эрдогана и за многих других но вот в америке вы на этой неделе стали свидетелем того что избран другой президент и им стал дональд трамп фигура очень интересная и очень много споров толков суждений мнений по тому каким будет этот президент люди дают разные прогнозы как сложатся эти отношения с нашей страной с нашими начальствами и вот хотелось бы гнать и тихонович адресовать такой может быть несколько неожиданный вопрос вам во свете библии рассмотреть кто такой дональд трамп ведь я все эти дни все это все ролики какие были доступны все пересмотрел и к нему один журналист приезжал два года до этого и очень хороший дает здесь материал как он с ним беседовал такие вопросы подкалывающие давал ну какой политик первую очередь он не православный пресвятырианец клинтон то а то из этих там кто нет методисты я посмотрел они ничем не разница друг от друга у тех у других нету епископата они считают за таинство причастия и крещение а епископа ни у кого не было то есть для нас они еретики это вопрос духовный где и дальше как он там выступает где говорит сам-то по себе видно человек хороший но богатство какой он его заработал не на поле не коров пас как яков не овечек а вот там где-то знают перекупить передать то что называется в мире спекуляция но только в больших размерах как там много долларов стерлингов как стерлингов герман где он заработал деньги то есть эти олигархи называют хапуги но он то так постепенно от отца богатство было сам там знал где на что поставить выиграть как на скачках ставят там где-то на ипподроме я этот эту тему не разбираю то что он говорит через день он может переменить и никто не вспомнит сегодня то русские думают вот он с путиным они там как бы друзья я другое как человек он мне как человек понравился я сейчас покажу как вот будет снимать молоде неизвестный трамп сенсационное интервью 1990 года с будущим президентом сша интервью с дональдом трампом трампом 1990 года в котором он предсказал свержение горбачева из которого очень хорошо виден его характер позволяющий уверенно говорить о том что любые попытки сместить его с президентского кресла вплоть до вооруженных обречена на провал там сейчас смута какая в америке идет собирается они там друг друга колотят и потому что она занимала горит там на миллиард кто ее финансировал а у них еще теперь нету хотите ли быть президентом и далее коротко буду показывать где можно потом посмотрите я выделил только то что мне сродственно он пишет первое каждую ночь я сплю по четыре часа я подкидываю воздух мящика потом засыпаю как младенец как будто я писал вот мы уже на это можем сойтись а остальные это гляди как спят он и не назовешь там пузат или какой-то он видно что мужчина крепкий вот так а дальше журналист пишет через три часа приведя свои светлые волосы в порядок трамп с обычной для него наглостью заявляет что собирается купить за семь с половиной миллиардов долларов главную авиакомпанию страны american airlines ну и далее об этом в этом то темпе все говорит тут просто я потом покажу где можете просчитать это довольно интересное я уже просчитал и выделил но она о нем что говорят не хочу об его отце говорили вот показывает какой он был в эти годы в галстуке конечно он масон последних степеней где-нибудь там может быть 30-33 второе именно убедительность искусство саморекламы и наглость легли в основу стиля в котором трамп ведет дела одновременно он отличается тщательным и дотошным администрированием я кое-что выделил именно убедительность отличается тщательным дотошным администрированием мне это очень близко все это у меня бумажки переплетенные назначенных какое время где вот но теперь башню там построил как 68 этажей меня не касается дальше третье проницательность самая ценная моя черта утверждает дональд без всякой скромности я знаю чего люди хотят и что они купят но допустим нас бы кто-то с ним познакомил но он был увидел какой я есть и сказал бы проси сегодня я очень добрый меня президента я бы сказал ну хотя ну 10 20 миллионов долларов кин показал бы куда мы вложим купим технику учителям по зарплату дорогу проведем настоящую асфальтную я бы ему сказал но вот эта проницательность это проницательность это он не в тумане смотрят а вот за этим всегда старается увидеть а что же за этим вот увидели вон богатая бедный теперь мы заговорим о духовном я вижу он бедная богатый мы бы сгодились друг другу в этом ну если кто-то послушает посмеется скажет ну еще набивается друзья но бог знает как дальше у него был брат 81 году умер от алгоголизма в моей семье такое же было дальше четвертое беседы со мной трамп иногда отвечал на телефонные звонки но никогда не говорил при мне по телефону дольше пары минут а у меня прямо написано две минуты разговаривать не более двух трех минут проверь праве лежит положено трубка вот наверху до одной минуты но если его не знал трамп я перевожу как трамплин куда-то в лучшее с опасности дальше но потом я уже 5 мы в начале нового десятилетия он говорит что вы ответите тем кто называет вас показушным самовлюбленными и алчным символом восьмидесятых а он отвечает богачам я не часто нравлюсь но работяги меня любят они знают что я вкалывал и построил все сам а не унаследовал от отца я всего этого достиг сам буду распоряжаться нажитым как захочу вот это в духовном плане я не учился нигде ничего я страшно много занимался ну даже после когда у меня сожгли пистолярное мое наследие письма и опять у меня семьдесят семь томов по 650 страниц одна переписка чего стоит семьдесят семь томов сам переплетчик они стоят как говорит труды ленина хотя сочинение его я всего этого достиг сам я не в семинаре не в академии не учился но я видел что вот люди не знают златоуста и начал насчитывать потому что переписать невозможно было на магнитофон налегал ну и все остальное такое шестое единственный способ это сделать посмотреть как успеху пришел другой я постоянно сижу первую очередь у христа как святые достигли совершенства что никому не угождали как и написано говорит если бы был рабом человеков то не был бы рабом христом это несовместимое как служить богу и маму не это к нему относятся дальше седьмое вы считаете что ненавистники вам завидуют он отвечает да чтобы они там не думали большинство интересно на меня поглядеть так минуточку говори добрый хорошо но слава богу благодарю с богом от виктора андреевича врач на шкаревой больницы уже договорился шофером чтобы утром меня с грести неохота ну видимо надо считать что очень опасно интересно на меня поглядеть понимаете мне это почему близко понятно это я знаю о чем говорит он как так вот такое было вы что вы ну так сделать так это невозможно сделать у нас устав там 16 правил правила церковной дисциплины фотографирует архимандриты приезжает епископы видят но никто не сделал никто не может начинает их сразу ну как вам удалось бог бог и поэтому но для меня это понятно дальше восьмое богатые меня не любят они хотели бы все это заполучить для себя но я имею в духовном плане таком то у меня ничего нету богатые меня не любят если не академии там покончали все они не любят но то что я знаю что говорю они хотели бы заполучить для себя а у них нет ничего не они не интересны я был таких местах где рядом со мной стоят люди высокого звания а ко мне подходит руководитель и просит меня сказать слово проповедовать а у меня образование вообще никакого нету 9 я подумал а корреспондент говорит консервативный мужик вот мне это дорого консервативный то что он будет сохранять наследие церковное и дальше 10 о чем спрашивает а что вы думали когда первое потрясение прошло он отвечает это огромная потеря что у него были лучшие работники и сели на самолет полетели и все разбились меня взбесило что они летели непонятно куда было там пресс-конференция средненькая по поводу мелком матча по боксу я им сказал что лететь не обязательно но они захотели отдали жизнь за такую мелочь мне было тяжело у меня это было мэр города близкие были и он вот тоже такой то счета там соревнованием и разбился дребезги я благодаря ему получил вот эти два дома где сейчас я сижу где церковь у нас баварин владимир николаевич я пришел знакомым близком прокурором края генерал-лейтенант по расколу юрий федорович мы сидели он тоже походил говорит что он наделал на нем так много висела там начало там настройка там люди и все сразу оборвано был я не хожу на похороны неверующих а тут пошел дворец спорта и главное сколько фотографировали газета вышла фотографии где я иду около гроба было настолько необычно видно ну тут фотографии одиннадцатая что вы чувствуете заключая сделки он отвечает мне нравится придумывать я делаю то что делаю ради удовольствия и надеюсь никто этого не делает лучше меня понятно а почему вы мне говорите он хвалится то другое так есть чем хвалиться то вышел какое дело вот я если книги даю я надеюсь никто этого не православия там другое что вот детский лагерь был но я то есть я говорю о том что есть что в чем мне пришлось лучше не сделать по сегодняшний день никто даже не пытается я надеюсь никто этого не делает лучше меня я сразу выделил красным увидишь потом дальше двенадцатый пункт я верю вон вы очевидно самоуверенный как вы это используете в бизнеса самоуверенно он говорит я верю в силу позитивного мышления но одновременно верю в силу мышления негативного нужно быть готовым худшему вот так вот нужно быть готовым худшему дальше я всегда на это говорю а как лучше быть пессимистом я готовлюсь худшему у меня всегда лучше 13 он какой вопрос задал запрос большой у вас множество врагов нью-йорке среди них и группа которая хочет не дать вам построить там то то другое возводить они считают так он отвечает и с этим мы боролись это эгоистично держится за то что у них есть и не хотят ни с кем делиться понимаете это мои слова они не хотят делиться они не свидетельствуют и потому народ ничего не знают о боге люди стоят сироты создать такую как у нас общину не удается пока никому но еще вопрос вы часто говорили что вас отец заставлял вас работать в подростковом возрасте и научил ценить доллар он отвечает мой отец никогда не заставлял работать мне самому нравилось работать летом не понимаю подростков которые сидят дома и весь день смотрят телевизор им что бороться не хочется работа у меня в крови ну понимаешь как быстро 16 и не угрожал отец он правил примером они бичем и поэтому я когда показываю такое а выхватом умирает от этого ну ничего сами то не делает у них нет этого я сделал за себя вывод сегодня говорил кто каким-то боком относится к миссионерскому отделу патриархии самые жестокосердные у них место сердца булыжник поросший мхом они не видят они верят кто плачет это лицемеры и меня никак угодно клеймят почему они совершенно чуждые церкви не только этой миссии у них нет милосердия милости нету и все судят вот по своей черноте обо всем мире дальше 17 ищем он учились он отвечает я очень недоверчивый человек я постоянно пристально изучаю людей автоматически я так живу плохо это или хорошо нет вот мне это настолько это близко я не сразу человеком схожусь смотрю молюсь а дальше будет видно где держу как бы на расстоянии не так что схватился но бывает так один раз только встретились и сразу открывает господь что именно тот кто есть и дальше как то почему он говорит я очень скептически отношусь к людям это следствие инстинкта самосохранению думаю что дело до людей к сожалению есть только инкса есть только им самим сейчас очень многим полезно меня любить им полезно меня любить и что о нем говорили там ну в англии в германии против него щадка быстренько из интернета все стирает и изъясняется в любви до того смешно а что говорили все показано каким образом он отвечает поцелая к покупателям людей проверяющих их на честность предлагающих им меня надуть и прочее вот мне звонят тут не знаем куда десятину отдать а вот храм открытый да не этот я на занятия к вам хотел я говорю хорошие священники у нас в этом храме в этом и откуда может быть там сидит патриарша какой-нибудь меня пытает меня часто удивляло когда люди про которых я был уверен что они согласятся внезапно отказывались а люди которые должны были отказаться соглашались ничего нельзя сказать наверняка пока не проверишь люди очень любопытный вид поэтому для меня дружба проверяется только трудными временами я инстинктивно не доверяя многим людям он говорит это это у меня есть это мои слова я не знаю кто так бы его еще разбирал вот так чтобы нашел в самом себе это но и 20 вы покупали целые страницы в нескольких крупнейших газетах страны размещали там не только ваше мнение о внешней торговле сша но и защищали смертную казнь почему он отвечает потому что мне страшно видеть как страна катится под откос если мы хотим вернуть закон и порядок на улице наших городов нам нужна смертная казнь нам нужна сильная полиция я как гражданин с ним полностью согласен как христианин я этого не могу сказать вы верите в принцип око за око 21 либо наше общество сгниет она гниет на наших глазах но это мои слова сходомогильник страна и церковь дальше вопрос задают ему а когда вы прибыли в москву как прошли переговоры но с ним разговаривать дальше он говорит задавали интересного так они что-то подумали предлагает мистер трамп мы создадим комиссию 10 человек из них все будут русскими а трое вашими представителями все конфликты будут решать и комиссии я подумал охренеть всем трем мы тут сказки рассказываем друг другу или что как переводчик нашел это слово то я не знаю я даже не знаю как то по-английски но понять от язык у него хороший жестче ваше любимое слово что вы под этим понимаете он отвечает жесткость это внутренняя готовность победить противника и сделать это с улыбкой жесткость это систематическая победа вот когда я говорю прочитал там американцы сделали исследование какие шесть качеств лидера это первое значит первое самое воображение знание умение решительность беспощадность вот эта жесткость и последнее шестое качество привлекательность жесткость и про меня пишут у игнатия говорит как у щипаева две головы хорошо но одна лучше жесткость это систематическая победа я знаю что такое победа даже если сегодня у меня последняя с вами встречи к утру меня не будет слабость всегда наказуемо слабость всегда наказуемо это я просто эпиграфа можно взять и дальше и что в кабинетах компании трампа есть люди которые думают именно так он отвечает 24 пункт разве что самом низу я был я бы никогда не нанял человека который всерьез так думает потому что у него мозгов не хватает о чем они думают ну о ядерной войне что ее не будет я считаю это величайшая глупость вера людей в то что ядерной войны не будет потому что дескать все знают насколько она будет разрушительно это полнейшая херня вот и все еще погодите если вы считаете что общество ваши взгляды разделяет и с работой бы вы справились почему вы не избрасли президенты но это девяностом году считай 16 лет назад да почему в 26 я бы справился лучше всех или как минимум не хуже остальных нравится мне просто как есть 25 и тут фотографии идут можно будет посмотреть и 26 сообщали что вы хотели стать владельцем местной бейсбольной команды он отвечает спорт тире паршивое дело я всегда говорю об этом если спортсмен получит трамбу или плохо выступит он все равно требует денег а если он себя показал лучше чем обычно тот уже требует пересмотра контракта мне больше нравится там говорит бокс вот щетка ясно выражает свою позицию удачи пролистываю сейчас это у меня что как-то трамп начал планировать назвать как у нас зал набила 473 журналиста на пресс-конференцию велосипедах а сколько бы пришло назовем и все это другим названием я назвал трамп ну там у него сдаст занятым все трампа называет и столько журналистов еще ну дальше опять говорит о том что спит четыре часа и когда не спите как занимаетесь чем смогут ли ваши дети когда-нибудь достичь того чего достигли вы если у них есть такие гены он отвечает я не знаю нужно ли это моим детям мне бы больше хотелось чтобы они научились не строить а сохранять мне не нужно в качестве сына отличный переговорщик хотя бы конечно хотел чтобы здесь все работало и без меня но я бы хотел чтобы мой сын был невеликолепным предпринимателем ну и дальше говорит кем то есть надо уметь пока сохранять я об этом всегда говорю это старая где если бы вам довелось начинать все заново чем бы вы занялись отвечает хороший вопрос есть что-то очень хорошее в земле и сама земля это в принципе недвижимость на первом месте труженик сельского хозяйства второе вот то что шьют там какая там называется легкая промышленность и 3 это конечно строительство хороший вопрос что-то хорошее в земле но об этом говорил еще этот столыпин петр аркадьевич земля нас несет нравственное начало это так видно 29 во время наших бесед вы выглядели весьма приятным обаятельным человеком и при этом постоянно говорить о жесткости вы притворяетесь отвечает думаю у всех есть какой-то фильтр я честен и люди работают на меня годами люди редко от меня уходят но если кто-то пытается ударить меня в спину если кто-то пытается взять меня за задницу я давлю куда сильнее чем пытались надавить на меня тот кто пытается меня ударить заплатит и те кто уже заплатил за добавкой не возвращаются я не люблю быть битым не люблю когда меня используют это кстати одна из проблем нашей страны сегодня нас все используют мне это очень близко а а почему вы говорите ну потому что в заблуждение заводите обязан об этом говорить но и дальше сейчас вот смотри дальше снимай всем причин почему христиане поддержали дональда трампа сергей киреев но я тут стою обычно контуром нажать и навести курсор давно ты сразу вылетишь на это дальше ролик молитва за дональда трампа и то что так дальше верхушка паразитов тоже хочет жить и будет руками трампа наводить у себя порядок тоже поясняет где зарядить это надо вот как раз ничего не показал ну просто заголовок зарядить последовательный трамп и сумасшедший порошенко и тут же сразу ролик американские евангелисты просят бога чтобы трамп был их президентом ролик трамп высказался сохранение однополых браков это никуда не годится америка сгорит вместе с ними за сохранение но видимо ему сказали там своих кто над ним то еще он же не сам по себе шокирующая речь дональда трампа после финальных дебатов смотрите до конца но тут ролик это стало сенсацией для россии трамп еще более опасен чем клинтон президент сша я подумал это может быть вполне именно так более опасен чем клинтон не знаю почему доказательств у меня никаких нету но заголовок мне понятен дальше дональд трамп о россии путине дальше первый интервью трампа разошлось на цитаты европу ждут нелегкие времена в эпоху трампа ой припомнит он все оскорбления то есть вот сколько роликов которые я очень внимательно от начала и до конца прослушал и просмотрел так о нем сказать как о президенте я ничего не могу потому что это высшие эшелоны и власть всегда говорят что это грязное дело политика он масон он не может быть масонца не пощел только один человек джон пизжерард кеннеди и мы знаем чем это кончилось это единственное всех 45 президентов еще спрашивать но он молится ну как он молится я видел стоят там женщина без платков говорят если они бы сказали что знают так чтобы земля дрожала то пророка рядом нету мы не пророки а где-то кто-то рядом такой как у дофана сказать это у давида был нафан пришел и обличил его так и это вот мое как бы сказать сходство как я нашел что мне в нем нравится ну и было бы о чем поговорить если бы была встреча но это невозможно я к этому не стремлюсь но просто так сказал чтобы знали мы сразу начали на него молиться за него чтобы господь его вразумил наставил и а война будет война обязательно будет потому что это нам говорит святая библия мы от этого не отказываемся вот такой ответ благодарю очень сильно и и национально я никогда не подумал что можно как сопоставить но да действительно очень многие черты характера трампа они присущи в общем то общностью и вашим это действительно так и тогда по ходу еще один вопрос он как бы дополняет вот неоднократно вы об этом тоже говорили что трамп безусловно за трудолюбивый человек до человек нам христианам это тоже очень близко потому что господь дает нам эту заповедь заповедь труда и господь нигде нам не дает заповеди отдыха здесь день субботний это день покоя либо как мы бы сказали этот день посвященный прессу у нас это воскресенье которое было прообразовательность умоты у меня вопрос как трудиться христианам во время отпуска работает работа месяц например у христиан это вот как трудиться вот есть благовестия ну не все благовестники вот такой минимум может быть нужно делать чтобы не грешить потому что если христианин не трудится получается он грешит он нарушает заповедь бога опять же я что как я проводил отпуска мы работали моста поезде бесплатный билет был можно заранее договаривались кто-то покупает а у нас бесплатный был батюшка едет мы обычно 6 8 человек ехали ехали в один конец страны но мы как избирали нам надо допустим санкт-петербург мы ехали к родителям в киргизию наблюдаю куда дальше едем в баку переплываем каспийское море грузию захваты молдавию украину прибалтику и наконец мы эстонию латвию литву и санкт-петербург все в один конец мы доехали это в один конец так но нам делали льготу и видимо там оговорки не было но и обратно теперь уже через москву там у нас хороший знакомый жил гордеев михаил федорович мы приезжали там телефон один человек на телефоне людей собирали беседовали встречи ну вот так мы проводили вот а теперь какой отпуск на пенсии отпуск вся жизнь отпуск уже уже все время надо думать о другом отпуске отпуска с земли но так мы проводили отпуск всегда была эта благовестническая поездка встречи там ходили мы в эрмитаж исаакиевский собор третий ковку где что было собор василия блаженного то есть мы захватывали много в кремль пойдем везде водили и везде где бы мы ни были даже в соборе василия блаженного я проповедовал и высоакиевском там вообще было чудо слышал ну вот когда там забили все не пройти ничего нельзя вот так в третьей ковке также комната забита и милиция не может ко мне подойти а потом подошла и вела меня по всем экспонатам чтобы только на улицу вытеснить меня то есть я знаю что такое владеть аудиторией поэтому когда вы говорите у вас там что-то где-то я не могу сказать что завидую но ностальгирую очень сильно как бы я туда сейчас прям пешком бы ушел настолько мне это все это это мне дано и тут никакой учебы это нельзя да да достичь я дал бог мне чувственность сердца боль другого делается моей болью с плачущим плачьте это не просто так и с радующимся радоваться мне это бог дал это не видит только явно те которые не хотят видеть ну вот что если надо где-то что-то помочь поспешить туда если по-другому нельзя теперь я которые работают просятся игру ну вы берите отпуск да и приезжайте ну как то еще добавьте я работал на корабле когда там навигационная называется ну должно быть 174 часа в месяц а мы-то на корабле и у нас выходных нету и когда отпуск идешь все выходные прилагается к отпуску и отпуск был не 14 дней а полтора два месяца навигационные были но тут был еще развернулись у меня отец инвалид я приезжаю инвалид войны отечественной я все стараюсь перестроить навоз вывести на тележке но у меня силы бог не обидел и с молодежью посвидетельствовать где но главное тогда была эта работа помочь родителям когда я уже знал бога всем засвидетельствовать по деревне вот так проводить время я так вижу его один вопрос он может быть немножечко отличается от нашей общей темы наших сегодняшнего разговора хотел поделиться наблюдением ну и может быть услышать вот от вас какое-то мнение так это или не так значит наблюдение следующее вот я разговаривал с батюшками это об этом говорит не один батюшка и многими людьми которые раньше были все но прежде этого о владенчестве эти люди они были крещены в русской православной церкви и большинство об этом говорят и сходятся те люди которые были владенчестве крещены православие и даже не знали ничего и даже не помнили вот они возвращаются в луна церкви из всех где они были даже продолжить на время нежели те которые не были крещены и которые приходят и которых даже по час вообще невозможно невозможно из этих всех вывести вот мне кажется может быть это связано с печатью духа святого который получает человек при крещении или я заблуждает вот такой вопрос а зачем вам знать ответ вы имеете вы себе держите потому что это сокрытая сторона нашей жизни мы можем ошибиться не на два процента на сто процентов какая-то причина какое-то событие что-то услышал опыт предыдущие благодать духа святого это все может быть вместе даже а по полочкам расклады да и зачем нам это нужно вот я знаю меня мать она верующая она говорила о боге о суде божьем вот это заставило меня искать это уберегло меня от нехороших поступков просто берегло меня я ни разу не заматерился за всю жизнь я не знаю этого слова хотя отец у меня эти слова выпускал видишь как поэтому мать моя мария егоровна сыграла большую роль она ничего не знала она знала есть бог и молилась пасха посты соблюдали ну без поповцы киржаки называется вот и это привело меня к евангелию а к евангелию я понял что значит должно быть священство я нахожусь церкви без той литургии и нигде не могу причастить а это может совершить только истинный священнослужитель имеющий рукоположение от апостольских времен это мне господь открыл в первый же день меня не надо было уговаривать мне никто не говорил только дали евангелие вышли другую комнату я уже обратился потому что это то что я искал я это слышал не буквы а как бы как бы голос неба настолько для меня это было близко и в этот же вечер на корабль приступил только сразу начал свидетельствовать это бог дал со страх я его вообще не испытывал я его не знал не знал вот уже нам у меня припоминает где-то что-то где я поступал неразумно там большая компания на ножах дрались а я в кучу вреза врезался и и всех их раскидал буквально где-то и потом все приходили и благодарили бога там и кто там жены или кто как я это сделал я этого не знаю мне кажется я там и не был а это все у нас перед окнами было большая площадка где я с собаками дрессировал их а тут я вышел один и думать было нечего а потом где-то две компании встретились одна на другую а мы шли в лес и я стал посредине их проводил они попали горица 2 группировки когда это время было где-то и и господь их сохранил тем положил на сердце отстать уйти вот так бог делает я не могу некоторые вопросы ответить я не знаю это сокрыто вот почему у меня сегодня сидел не ударился ничего и вдруг нога ступня огнем горит что это говорит тромб утром защите а ночью скончаю сегодня а если нет ромки не хочу из дома уходить на наш глядя там там не вращение кого нет еще это будут трясись где попала если живое самое за счет утром меня отвезут там и все как надо сделают помолитесь чтобы до утра дотянуть а там видно будет но вот так тогда у меня на сегодня вопросы все и дать и теперь спаси христос значит мы за дональда моримся молимся мы благодарим бога и если ну кто-то будет спрашивать что полезно ты скажи вот я видел человек который взял для себя полезно как антони как пчела со светка на цветок я прочитал и он мне понравился я не скрываю он мне как человек не миллиардер не президент а как человек он мне понравился ведь я 29 пунктов выделил 29 это уже характеризует что-то и я думаю я так думаю не многие люди заметят это и выделят я их выделил красным шрифтом там по цифрам и все это увидите мне это дорого я сам достигал всего сам сам то есть с божьей помощью благодать божия но у меня не было и волосатой руки недели отец неграмотный мать неграмотная у меня никого не было мне как-то один и говорит выросли как дичок у вас не было духовного отца я говорю здорово живешь а где я обратился через которых получилось жил там я с корабля то уволился у них на квартире жил михаил анна еремеева дальше переехал сюда александр иванович устинов я называю кто я один никогда не был но ученик достигает говорит как учитель я учился страшно много когда я вспоминаю то виктор гюго когда писал роман там отверженная пробитую от орлова он закрылся в неотапливаемой комнате и сделал так чтобы стоя писать и чернилу бутылку взял и списал у меня такое же было я закрывался и мне как-то подавали холоде стул опрокинутый лежит здесь доска я что решил заново законспектировать полностью пушкина некрасова растула гамзатова блока есенина и это все за зим около двадцати четырех тысяч страниц это вещь вообще невероятная вот когда 26 том выпустил студентам отвечал поэтами на каждое стихотворение шесть поэтов с разных периодов вопросом какой бы ни задали они это 20 тысяч файлов мне пришлось распределять в какую ячейку положить 20 тысяч это стихотворение ну понятно что на дороге это не валяется это бог мне дал и сегодня когда считаю я как будто первый раз вижу их каждому стихотворению вот вопрос какое участие в революции было у поэтов 300 поэтов россии за 300 лет от сумарокова ломоносова и кончаясь живущими сегодня там дементьева которые я андрей дементьев допустим роберт рождественский от умер этот высоцкий и даже их там стихи на каждый вопрос 6 поэтов разного времени и какое именно стихотворение на эту тему и каждому стихотворение эпиграф из библии кто это понимает эти книги из библиотеки сразу сметают это бог делает а у меня никакого образования нет или вот отвечать на вопросы студентам допустим два месяца я отвечаю по житиям это 1173 жития и а житие это большое из него именно нужно о чем он спрашивает он спрашивает о семье какой святой говорил именно о семье где он говорил о том что муж должен быть таким таким жена такая отношение к властям но 1173 жития это ну не два не три так житья это житьем а где-то написано и у меня везде в кавычке это взято взято и показано это седьмой восьмой тум открытым оком я не искал темы но у меня так получалось как будто кто мне подсказывал займись житиями я у нас читал составил симфонию а потом вот так и сразу я знаю как сейчас слушать буду запомирает буквально это ну зависть зависть они сами ничего этого сделать не могут а я сделал отошел притом не самое легкое это скажут я сразу это внимают проповеди четыре проповеди минимум иногда восемь проповедей в храме каждую неделю и вдруг там одно слово было сказано я сразу ушел больше меня никто не видел ну не считая когда митрополит приезжает потерявки там раз в десять лет или где-то я был там лиссабоне говорил или бились и в москве это уже не щитово где-то один раз сказали я сразу отошел вот я вел занятия и один человек сказал что захотелись я сразу перешел на заднюю скамейку в угол забился и больше никогда туда не вылезу я никогда не бился ни за власть ни за что люди не знают меня они городят что попало легкое замещание даже со стороны я услышал для меня этого достаточно чтобы я принял экстренные меры сразу удаляюсь я занимался тут писал по компьютером тут начал тут меня программисты учат и зашли двое муж женой она говорит вот и все захватили свои руки умрете кто поведет это дело все этого достаточно я свои конспекты все это сложил больше не прикоснулся теперь приезжайте ремонтируйте и это не только в этом а а то начинают гордыня прелесть с апреля в этой прелести я вообще этих слов не знаю и кто живет рядом но но это бы увидел хотя бы епископ 13 лет у нас был горит пили ели вместе но я об этом не думаю и не знаю даже я знаю это все до завистики они ничего не делают не могут если бы они делали мы были бы друзьями самое опасное сегодня обольщение где сатана принимает ведь ангела свет это миссионерские отделы и этого никто не видит как будто бы самая черствая самая ненавистная суда в кучу сбиваются дед они ничего не понимают не дано им это какой отдел когда христос по двое посылал апостолу дальше пошли по двое кирилл и мефодий двое но везде все по двое павел потерял варнау берет силу варнау берет марка но банк еще пять человек и мы ездили по двое во все поездки в москву ездят а просто люди во время отпуска отдыхали понимаешь как а как вы до этого дошли я не доходил до этого я просто как будто бы с книги это считываю и все это бог дал так что я с вами сегодня прощаюсь и как бог даст я сижу у меня при многих огнем горят но вот так с богом спаси христос мы наше знакомство дало отличный материал людям слышали и на вас уже начали обижаться это главный он виновник что лапкин что лапкин такой нехороший слава христос домашний дом нещу передавай поклон передам спасибо спасибо с богом с богом с богом я сегодня кошка вот этого надевай на которой она и сбила я достала сразу привязал сейчас надеваю на я света на ниточка не вмещающая нисколько вот так